Блядь, опять все достали? Блядь, 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 как охуенно! Я вижу, что оргазмы у вас восприняты сердечком. Это не низкая вибрация. Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. И сегодня мы с вами продолжим говорить на, по крайней мере, мою любимую тему. Все люди практически говорят о том, что они хотели бы изменить свою жизнь, но в целом люди делятся на две категории для меня. Те просто, которые любят об этом говорить, и те люди, которые, ну, собираются что-то для этого сделать. Вот. Остальные люди ничего об этом не говорят, они просто берут это и делают. И в разные периоды своей жизни у нас наступают такие периоды жизни, когда мы начинаем почему-то искать вот эти самые изменения. Когда мы находимся на первой стадии, да, ну, такой, это не стадия первая, это стадия нулевая, мы живем обычной какой-то своей жизнью и периодически, сидя на диване или с друзьями, где-нибудь там не в супердорогом месте, вот, мы обсуждаем жизнь и говорим о том, как было бы круто, чтобы было так. И после этого наши внутренние убеждения, которые уже сформированы у нас с вами с годами, которые вложены нами родителями, начинают нам рассказывать, ну, почему мы этого сделать не можем. Ну, конечно, я бы мог это сделать, но кто же виноват, что сейчас-то коронавирус? Или я бы мог это сделать, но кто же виноват, что Зеленский президент? Ой, пока Путин президент, ничего сделать нельзя. Ой, пока сейчас вот осень, не время. Ой, сейчас в банках нестабильная ситуация. Сейчас с курсом доллара. Сейчас всех увольняют. У нас всегда есть миллиард оправданий, почему изменений быть не может. Но тем не менее, большинство людей, за которыми я наблюдаю, говорят о том, что они бы хотели изменить свою жизнь. И это очень похоже на историю про похудение. Большинство женщин, которые я знаю, я выросла на примере такой мамы, да что же не могу никак, но стаканница, которая все время худела. Вся ее жизнь была построена на том, что когда-то я похудею до какого-то веса, и причем весь вопрос шел в пределах 10 килограмм, то есть это очень, по сути, небольшая масса, которой мы можем в жизни регулировать тело. Очень многие из нас эту массу набирали и опускали. Но тем не менее, некоторые люди практически всю жизнь говорят о том, что они бы хотели в себе что-то изменить. И это всегда меня очень сильно прикалывает. И если какое-то время назад я думала, ну там, много лет назад, да, я думала, что это и есть жизнь говорить об изменениях, да, то сейчас я прекрасно понимаю, что жизнь – это когда мы меняем что-то. То есть когда мы хотим изменений, мы берем и переводим это в плоскость действия. И меняется все достаточно быстро. Если мы, опять-таки, перекладываем это из одного чемодана в другой. Поэтому есть вторая категория людей, которая долго слушает, слушает все, а потом, так знаете, как вот с фигурой это – все, завтра решено. И начинают вот хотеть все то, что они не получили в течение всей своей жизни, вот на что они собирались делать, там собирались как-то, собирались, собирались. Вот сейчас они хотят это все за неделю, да, вот срочно, вот прям сейчас. И я сейчас сажусь, значит, на жесткий паек, иду на все, не паек, а диету, простите, значит, иду на все массажи, чищу себя всеми антицеллюлитными кремами, буду еще употреблять таблетки. У меня опять карпают птицы, простите. О, даже муж не упишу. Все, с птицами решили, птицы летают. Вот, и мы решаемся за одно мгновение все в жизни поменять. Ну, и как мы с вами знаем, а если вы женщина, то вы точно знаете, потому что вы точно решались похудеть сразу же за неделю на 20 килограмм, что все это заканчивается очень разными вещами, но с одним общим знаменателем. Ничего хорошего из этого не получается. Для кого-то это чревато срывом по здоровью, для кого-то это чревато нервным срывом, для кого-то это просто какой-то такой момент, знаете, когда ты стартанул, врезался и вообще не понял, что произошло. Поэтому очень важно помнить, что к переменам не то, чтобы нужно готовиться, но сами перемены должны происходить для нас плавно и весьма безболезненно, потому что любой какой-то вот такой категорический поворот приводит нас к серьезным последствиям, потому что прежде всего наша психика к этому не готова. И если вы, в какой бы стадии вы не находились, например, вы решили уйти с работы, стать бизнесменом, но при этом никогда ничего не знали о предпринимательстве, если вы решили вдруг резко повзрослеть и уйти из дома, но при этом у вас никогда не было опыта какого-то проживания, и вы даже никогда не думали, что такое жить одному, понятия не имеете. И так далее. Любой опыт, который мы никогда не получали, когда мы себя резко в него бросаем, мы можем иметь очень непредсказуемые последствия. Это как, знаете, прийти в тренажерный зал или на пилатес и сразу сесть на шпагат. Типа, а можно я за одно занятие сяду на шпагат? Ты херак, можно, но потом будешь очень долго восстанавливаться. Каким же образом нам готовиться к изменениям, если мы действительно хотим их? Поскольку я бы могла, конечно, приводить вам примеры из любых сфер, вы, в принципе, можете сами накладывать их, но я сейчас все-таки больше поговорю об изменении сознания. Что такое изменение сознания и почему к этому нужно готовиться? Прежде всего, очень важно понимать, что когда мы принимаем решение о том, чтобы что-то изменить, поменяется все остальное, не только одно. Это важно понимать. Вот смотрите, даже такое, если мы с вами рассмотрим очень понятную схему. Например, мы с вами приняли решение изменить свое тело. Ну вот давайте на простом примере, чтобы вам было понятно. Вы приняли решение что-то изменить, стать лучше, чем вы были. Что необходимо сделать? Первое. Вы думаете, я буду по-другому питаться. И теперь первое ваше изменение, которое будет происходить, это то, что вы будете в супермаркете покупать себе другой набор продуктов. Мало того, вы будете по-другому ходить в сам магазин. Ну, казалось бы, какое имеет отношение то, как вы ходите в магазин, и то, что вы решили изменить свое тело? Это очень простое, потому что теперь вы начнете смотреть на этикетки, вы будете смотреть на калорийность, вы будете по-другому смотреть на то, что вы кладете в корзину. Что произойдет за этим? За этим произойдет то, что вы, скорее всего, начнете отдельно готовить себе пищу. Вы больше не будете употреблять так же смело ту пищу, которую едят все остальные в вашей семье. Что последует дальше? А дальше последует то, что вы начнете наблюдать за тем, что едят другие, и вы начнете обязательно им что-то комментировать. Потому что, когда вы начинаете что-то менять и улучшать, вы просто не можете в себе вот этого, вот, вы же, для вас это как чудо, я раньше этого не знал, я просветлел, вы хотите этим всем об этом рассказать, и всех начинаете доставать. И, скорее всего, у вас будут возникать конфликтные ситуации, потому что другие люди очень не любят, когда им начинают в их обычную жизнь, начинают вмешиваться. Соответственно, у вас, скорее всего, начнет меняться окружение, потому что с подружками или друзьями, с которыми вы собирались по вечерам в пятницу, и ели пиццу, суши или там прочие какие-то напитки, и сегодня вам будет некомфортно это делать, потому что вы скажете, блин, да не хочу я идти и делать себе эти лишние соблазны, я пока что не готов. Соответственно, изменится ваш круг людей. Что произойдет дальше? Когда у нас уходят одни люди, у нас начинают подтягиваться другие люди. Вы начнете, скорее всего, вы пойдете куда-то заниматься спортом, там познакомитесь с какими-то другими девочками или мальчиками, с которыми теперь у вас есть общий интерес, и теперь вы будете больше общаться с ними. Если вы будете больше общаться с ними, вы по-другому посмотрите вообще на свою жизнь, и вполне возможно, что у вас изменятся ваши убеждения в отношении жизни, вы начнете смотреть на нее более качественно, и поймете, что вы, и раз уж вы так классно питаетесь, то почему вы надеваете на себя такую голимую одежду? Ваше тело начнет вам нравиться, и вам захочется изменить гардероб. Вы будете более внимательно выбирать те вещи, которые вы носите, вы будете видеть, что вы начинаете себе нравиться. Когда вы увидите, что вы начинаете себе нравиться, к вам начнет приходить такая больше уверенность в себе. Если раньше где-то на работе вы предпочитали помалкивать, то сейчас, меняясь изнутри, меняясь снаружи, вы начнете больше чувствовать себя увереннее, и больше вызывать каких-то на себя опций, функций, привлекать к своей персоне внимание, быть более смелым, ну и так далее. Это может повлечь за собой что? Повышение в работе, по службе, потому что вы будете более привлекательным, более уверенным и более заметным. Как только вы становитесь более привлекательным, на вас начинают обращать внимание те, кто раньше не обращал внимания. Помните, как Катя Пушкарева? Когда мы начинаем смотреть на человека другими глазами, о, да он симпатичный оказывается, что случилось? Что это за парень такой у нас? Ну да, он постригся, он похудел, да ладно, это что, Сашка? И таким образом, вот такое, как бы простое принятие решения, такое банальное, когда ты просто сидел вечером и решил, что я начну правильно питаться, может полностью напрочь изменить твою жизнь. И, как правило, все, что касается таких вещей, оно происходит достаточно легко. За исключением того, когда ты берешь и начинаешь делать все и сразу, когда ты сразу решаешь жестко худеть, когда у тебя включается твой мозг, как сопротивление, которое орет, я жрать хочу, а ты говоришь, нет, мы с тобой еще посидим на диете. Ни в коем случае этого делать нельзя. Любая успешная история про похудение всегда успешная история. То есть успешная для меня, это когда я изменила себя, и это стало новой моей жизнью, новой частью моей жизни. То есть когда моя привычка закрепилась и превратилась в мое постоянное естественное действие. Это очень важный момент. Если мы ставим себе какую-то цель продержаться только чуть-чуть, то эта цель, ну это история про то, что я поеду, доеду до отеля, чтобы прийти туда стройным, но там буду продолжать жрать. Так вот, вы когда начинаете подходить к этому более спокойно, и для меня, знаете, есть такое, я сегодня что-то не очень красноречиво на самом деле, но я постараюсь, я сейчас буду красноречивой. Для меня есть такое очень важное высказывание, которое помогло мне пережить все мои перипетии жизненные в бизнесе, которые возникали. Я всегда говорю своему мужу, что я играю на длинную дистанцию, на длинное плечо. Это означает, что любую стратегию, которую я выстраиваю, я ее выстраиваю не исходя из того, что вы здесь и сейчас, а исходя из того, что будет потом. Ну, объясняю вам. Например, есть такие чудесные родители, я ничего против не имею, каждый имеет право делать то, что он хочет, но вот есть такие чудесные родители, которые начинают там ребенка с маленького возраста выжимать по полной. Ты должен быть чемпионом, ты можешь зарабатывать только первые места, там ту-ту-ту. И есть такие дети, например, в художественной гимнастике, очень крутые, которые не ходят в школу, и с 7 утра у них начинается первая тренировка. Безусловно, ребенок, которому там 7, 8, 9 лет, который полностью посвящен много лет своей жизни, а дети, как правило, в гимнастике с 3-4 лет, безусловно, этот ребенок ничего другого не знает, он в принципе сосредоточен и ему это нравится. Но есть такая интересная штука, что когда мы полностью смотрим на момент сегодня, то вроде бы все хорошо, мы видим результат. Но когда, если мы посмотрим чуть-чуть подальше, то мы можем узнать такую следующую штуку, что первое, перегрузив ребенка в таком возрасте, мы можем столкнуться с рядом некоторых проблем. Проблема номер один, с которой сталкиваются очень многие спортсмены, это психологическая проблема, когда девочка или мальчик чуть-чуть подрастают, доходят до подросткового возраста, особенно когда где-то идут отношения с противоположным полом, и вдруг понимают, что они ничего, кроме спорта, не знают. У них случается эффект такой перенасыщения, когда им кажется, что они дураки, потому что они реально очень мало уделяли время школе, это правда, им кажется, что они ничего в этом мире не знают, и вся их жизнь была только посвящена этому виду спорта. И у них срывается агрессия на родителей, на тренеров, на всех, потому что у них есть ощущение, что их чего-то лишили. Это номер один. Номер второй. Давайте не забывать о том, что любой профессиональный вид спорта – это серьезные нагрузки. И когда мы даем очень большие нагрузки на организм, мы должны понимать, что последствия могут быть разные. Нам может повезти, а может и не очень. И таким образом, если, например, карьера гимнастки нормальная начинается в 13, 14, 15 лет, то девочка, которую затренировали уже в 9-10, может до этого момента просто не дойти, потому что, получив единожды какую-то травму, она просто может больше не выйти на ковер или иметь очень серьезные последствия этого выхода. И здесь важно понимать, что нагрузки должны быть соизмеримы и психологически, и физически соизмеримы с возрастом и возможностями человека. То же самое происходит с нами. Очень часто у людей, у каждого из нас, когда мы начинаем постигать и получать какие-то новые знания, у нас возникает такое желание, знаете, сразу измениться. Все, я все понял, я понял, как устроена жизнь, неважно, как устроено питание, как устроено тело, как устроено что-либо, я теперь сразу все буду менять. И любое резкое изменение, повторяюсь, наш мозг не в состоянии принять, просто не в состоянии. Он не понимает, он это ощущает, как огромнейшее давление, и, как вы знаете, когда нас что-то куда-то давит, у нас потом эта пробочка вылетает. Мы взрываемся, как бутылка с шампанским, которую хорошенечко натрусили. Именно поэтому я еще раз вас всех призываю, что какие бы изменения в своей жизни вы не хотели, это не значит, что их нужно откладывать постоянно, но это значит, что нужно задать тот темп, при котором вы сможете двигаться долго. Слушайтесь это. То есть это, как знаете, когда бежать. Когда люди начинают бежать, если вы особенно не профессиональный марафонец, вы можете изначально вырваться, но вам нужно будет бежать еще 4 круга, и вы после первого круга просто сдохнете, потому что все свои усилия вы направили только на то, чтобы стартануть. А наша задача таким образом распределить свои силы, для того, чтобы мы могли играть в долгую. Как, о чем это говорит вообще, что я имею в виду? Ну, смотрите, например, одна из самых таких ключевых тем в жизни человека, мы живем в материальном мире, и мы все хотим зарабатывать больше, правда? И если мы начинаем писать какие-то цели, проходить какие-то тренинги, или вообще сами для себя такие решать, все, я двигаюсь, мне куда-то надо, то, конечно, прежде всего это касается наших финансовых целей, потому что финансы дают нам возможность получить ряд тех, осуществить ряд тех мечет, которые у нас есть, будь это путешествие, личный автомобиль, собственная квартира, чего-нибудь куда-нибудь отвезти маму, ну и так далее, да, сыграть свадьбу, не знаю, подарить любимое кольцо, это в большинстве своем связано с материальным. И в материальном очень такой модной штукой является, типа, увеличить доход сразу в 10 раз, вот сразу в 10 раз и в 20 раз. Смотрите, в материальном мире есть такая прикольная штука, как бы увеличить доход можно, вопрос стабильности, вопрос стабильности, вопрос не как увеличить доход в этом месяце, там, да, не знаю, выпрыгнув из штанов и что-нибудь придумал, вопрос, как сделать так, чтобы твой доход стабильно увеличился. Если ты наемный сотрудник, например, чтобы тебе подняли зарплату, а спустя время тебе опять подняли зарплату, если у тебя бизнес, то, соответственно, бизнес-модель выстроить таким образом, чтобы твоя прибыль могла увеличиваться. Так вот, я уже вам говорила о том, что доказано, что человек может, каждый абсолютно, в течение года удвоить или утроить свою прибыль. Это возможно, и это для вашего мозга абсолютно нормально. Если вы будете каждые 3-4 месяца увеличивать свою прибыль на 20-30%, то вы придете к этому результату. И когда вы ставите своему мозгу соизмеримую цель, он понимает, что за 3 месяца на 30% можно подумать, потому что, когда вы ему говорите, что надо за месяц увеличиться в 10 раз, он даже думать не хочет, то есть ваши все системы, они отказывают, потому что вы сразу понимаете, что эта цель невыполнима. То же самое, например, касается, когда мы говорим о том, чтобы массу тела. Если вы себе говорите, что я хочу похудеть за этот месяц на 3 кг, а за 3 месяца это может быть 10 кг, а это всего лишь лето, весна, осень или зима, 3 месяца, фигня, то это нормально. Но когда вы говорите себе, что я хочу сбросить за месяц 10 кг, у вас тут же получаются экстремальные меры. Я теперь есть не буду, пить не буду, то есть вы включаете у себя экстрим-режим, и ваш мозг, вы можете это проверить, понаблюдая за своими ощущениями, он тут же начинает искать какие-то возможности, чтобы этого не делать. Оправдания, болезни, какие-то ситуации, в которых невозможно было это выдержать, то есть вы сразу же ставите себе большой напор. Что касается темы, которой, например, занимаюсь я, изменение мышления. Что важно понимать, я вас с этого начала, вот сейчас к этому вернулась, что когда вы будете менять свое мышление, у вас в жизни начнет меняться все. Почему? Потому что мышление – это достаточно серьезная градация и серьезный уровень в системе ценностей человека. Мышление – это то, во что заложены убеждения, ваши жизненные ценности, ваше понимание того, кем лично вы являетесь. И человек, например, живет и считает себя обычным человеком, который, ну, в общем-то, ничем сильно от других не отличается, ну, наверное, в чем-то есть мои таланты, но я их пока не знаю, жизнь распорядилась так. Когда человек приходит ко мне, например, на рерайтер жизни, и мы начинаем заниматься тем, чтобы разобраться со своими желаниями, а параллельно немножечко начинаем хитренько изучать устройство мира. И вдруг мы понимаем, главное правило, с которого я начинаю рерайтер, что можно все. Что, по сути, твоя идентификация в жизни, ее нету. То есть, когда ты рождаешься, никто не ставит тебя на какую-то ступеньку. Ты челядь, а ты царь. Это мы сами это делаем. И когда мы начинаем разбираться со всеми клише, которые на нас навешали, а оказывается, вешали их просто люди, знаете, как эта елка, это игрушки, вешайте, то вы были елкой, и когда вы вдруг понимаете, что все то, что на вас навесили в виде того, что ты способен, ты не способен, это тебе можно, это тебе нельзя, для этого ты не рожден, так невозможно, у тебя не получится. И когда ты понимаешь, что все это на тебя навешали, а на самом деле можно все, и что ты ничем не отличаешься от любого другого человека, самого богатого или самого бедного, и что это выбор каждого, и когда в твоем мозге начинает проходить вот эта генеральная уборка, это знаете, как убрать с комнаты всю мебель и обнаружить, что она квадратная. А ты даже не знал, что она квадратная, потому что там столько всего было навалено. И вот когда это происходит, а происходит это на секундочку, всего лишь в течение четырех недель, а что такое четыре недели, это ничего, и в течение четырех недель ты это начинаешь осознавать, конечно же, происходят серьезные моменты, потому что возникает очень много разных чувств и эмоций, начиная от агрессии, почему от меня это все скрывали, почему я позволил своим близким людям говорить и делать то, что они говорили и делали по отношению ко мне, возникает жуткое желание всем снять очки и рассказать всем правду, вы что, не понимаете? потому что, знаете, вот вы снимаете эту пелену с глаз, и вы все видите, и вам хочется посрывать ее со всех, но есть такая очень важная штука, что пелену может снять только сам человек, то есть или дать ее снять при собственном желании. Вот вы пришли сейчас тут, сидите в эфире, и у вас, вы таким образом выражаете некое желание, и вы можете меня слушать и сдернуть ее, но я не могу это сделать за вас. А когда у нас идет первая стадия изменений, нам очень сильно хочется посрывать ее со всех на взгляд люди, почему они этого не понимают? Мы прям в агрессию входим. И здесь очень важно помнить о главном правиле «позволь себе быть собой, а другому быть другим». И ни в коем случае не вступать в сдергивание вот этих пеленочек с глаз, потому что в этот момент вы войдете в стадию конфликта. Вы войдете в стадию конфликта, потому что вы будете делать что-то с другими, чего они не желают. Поэтому помните об этом всегда. Ваше дело заниматься самим собой. Для того, чтобы подготовиться, вот я уже даже думала о том, чтобы запускать такие некоторые моменты подготовки к своему рерайтеру жизни, потому что для меня это как раз та самая программа трансформационная, которая помогает людям меняться. Я уже думала о том, чтобы первым этапом объяснять людям, что важно, почему вот я даю литературу какую-то почитать, что важно понимать, что изменения будут во всем, что не случится так, что вы придете, начнете менять мышление, а вокруг ничего не будет меняться, или будет меняться что-то одно. Очень велика вероятность, что изменится все, начиная от работы, от окружения, которое есть, понимание того, кем есть вы, могут разрушиться полностью фундаментальные эти стереотипы того, кем вы были. У вас может произойти, очень часто происходит собственная переоценка и очень сильное повышение внутренней планки, потому что ваша уверенность, она буквально начинает вас наполнять изнутри. Вы начинаете чувствовать, что вы на самом-то деле крутой, сильный человек, которому кто-то, знаете, вот держал вот эту кнопку, чтобы у вас включился этот напор. И, конечно, когда эта кнопка начинает включаться и вы начинаете наполняться, говорю, что часто возникают моменты агрессии, агрессии, обиды на людей, которые рядом с вами, потому что начинает казаться, что это эти люди вам не разрешали, но всегда очень важно помнить такую штуку, что люди делают только то, что мы им позволяем. Они не делают ничего такого, чтобы мы им не позволили. И если вы находились рядом с кем-то в состоянии жертвы, если вы находились и жили с кем-то несчастно, или если вы позволяли, чтобы ваши родители, близкие там что-то делали, вы им это позволяли. Маньяк всегда находит свою жертву. Жертву, ребят, он не находит ни жертвы, он ищет того, кто будет жертвы. Так всегда происходит. Это со всеми. Поэтому вы должны понимать, что это всегда ваша личная ответственность и в данном случае это не претензия, должна идти к себе благодарность, что я раньше была неосознанной или был неосознанным, не понимал это, сейчас я это понимаю. Теперь у меня есть выбор новый, у меня есть выбор права действий. Что теперь я буду делать? Я останусь с этим человеком. Останется ли он рядом со мной, если я так поменялась? Хочу ли новое я или хочу ли новый я, чтобы этот человек был рядом со мной? Очень часто оказывается нет. Очень часто оказывается конфликт сильный, потому что старый вы жертва подходили со своим маньяком или с такой же жертвой, а новый вы другой. И люди часто говорят, а как мне жить теперь с этим человеком? Но вы должны понимать, что вы меняетесь, и вы теперь другой, и теперь вам другому нужно принять решение, готовы ли вы с этим человеком жить или готовы ли этот человек меняться или нет. Вы же хотели изменений, вы же хотели больше зарабатывать, по-другому жить. Вот вы должны эту ответственность понимать и желательно понимать ее заранее. Еще раз говорю, не нужно готовиться к разрывам или, ну, это совершенно не означает, что это произойдет, но нужно готовиться и быть готовым к тому, что жизнь может меняться очень серьезно, и это будет происходить на всех уровнях. Не бывает изменений где-то, ну, мелкие изменения бывают, да, когда вы там внизу копошитесь, но если вы идете к самоидентичности, если вы начинаете искать на ответ на вопрос, кто я, чего я хочу, а мы именно эти вопросы, на эти вопросы ищем ответы, чего я хочу, для чего я рожден, в чем я хочу реализоваться, в чем мое призвание, где мое удовольствие, как я на самом деле хочу, не как получилось со мной, не что вот ту вышло и вышло, а вот то, как хочу я. Так, смотрю ваши вопросы. Как вы относитесь к мысли, что если ваше окружение не развивается вместе с вами, то ваше саморазвитие – это иллюзия? Я совершенно не поддерживаю эту мысль, и окружение – это то, что меняется. Каждый из нас должен понимать, мы как голуби, простите, да, голуби, утки и прочие люди. То есть мы сами по себе, мы можем летать в стае, а можем летать без стаи. В стае, как правило, ну, я не знаю, как там у животных, они умнее нас сильно, у птиц, да, но у нас, у людей, как правило, мы часто сбиваемся в стае из-за страха. У нас есть такое коллективное сообщество, знаете, когда мы боимся, мы сбиваемся в стаи. И если лидер сильный, которого мы боимся, то он умудряется этой стаей управлять. Это, в принципе, устройство нашего мира. Мы наблюдаем за тем, как сильные мира всего сказали, закрылись дома, сидим и ждем, значит, сейчас придет вирус, он нас всех убьет, не выходить. А вирус приходит ко всем, как гриб. Он есть этот вирус, но он как гриб. У меня уже мама переболела, там куча всяких знакомых, как гриб. У меня гриб был в более сложной стадии. Но стадом очень удобно управлять. И когда люди сбиваются в эти стайки, кто-то над ними стоит, и стайка сразу же действует, как один единый организм. Вопрос в том, что когда вы начинаете поднимать собственную самоидентификацию, когда вы понимаете, кто я, когда вы понимаете, чего я хочу, когда вы сильны изнутри, вы не боитесь менять никакое окружение. Вы сами как бы перелетаете и принимаете решение, где вам осесть. Рядом с вами всегда будут люди. Но они будут такие, каким являетесь вы. И если люди не развиваются, то это не они не развиваются, это вы не развиваетесь. Потому что если вы развиваетесь, то люди будут меняться постоянно, и вы это можете пробовать. А когда вы сидите, вот я помню, это такая, знаете, детская история про то, как ты сидишь и очень боишься, что у твоей подружки что-то получится там на кастинге. Я была в университете культуры на кафедре телевидения. И подружка говорит, пойдем на кастинг. А ты так думаешь, блин, ёпсель, я так боюсь идти на кастинг, но еще больше боишься, что она пойдет и пройдет. И это будет ее по телеку показывать. И ты ей говоришь, не надо ходить, там плохой кастинг, там вообще плохой канал, там та-та-та. И ты уговариваешь всех быть таким же, как ты. Вот приблизительно так. Поэтому если вы развиваетесь, ваше окружение будет всегда меняться. Какая-то часть может развиваться с вами, это вообще не обязательно. Вы должны понимать, что другие люди и вы это вообще разные стихии. И чем больше вы себя приучите быть самостоятельным, тем больше кайфа вы будете получать. Потому что когда вы зависите от других, у меня, например, я вообще категорически этого не приемлю, стадного эффекта. Я сразу чувствую жертвой, когда я иду и жду. В какой магазин мы все пойдем? Что мы будем сейчас все есть? Будем ли мы спать? Я, например, хочу спать, а они не хотят спать. Они говорят, идемте бухать, а я не хочу бухать. Но я думаю, блин, я же коллектив, я пошла. Нет, я никогда не была, не буду коллективом. Я буду всегда Олей, которая прекрасно относится ко всем людям, уважает этих людей. Но тем не менее, имеет право выбирать, где сейчас она хочет быть. И если я хочу с кем-то быть, я буду. А если я не хочу, то я не буду. Все. Приблизительно так. Как же с детьми взрослыми? Что вы имеете в виду? Как же с детьми взрослыми? Не понимаю вашего вопроса. Тоже рассматриваю окружение не как постоянную величину, а весьма переменную. Но безусловно, это абсолютно естественный момент. Мы все время с вами меняемся. И чем более мобильными мы будем с вами изнутри, чем более мы будем ориентироваться на собственные интересы, на собственные внутренние цели, на собственное развитие, тем больше вероятности, что мы будем проживать свою жизнь. Мы не должны проживать чужую жизнь. Вы должны это осознавать. На сегодняшний день нашей роскошью единственной в жизни, ключевой, являются не колготки и не платье, и не колготки Шанель за 400 евро. А сейчас на черном рынке за 800. По-моему, даже фунтов стерлинга. Нет. Роскошью является понимание того, кто ты есть и что ты хочешь делать. И возможность это делать. Когда я знаю, что я принадлежу сама себе, что я в любой момент могу принять любое решение, быть здесь или не быть, быть с этим человеком или не быть, работать здесь или не работать, общаться или не общаться, находиться или не находиться, купить или не купить, поехать или не поехать, тогда я живу роскошной жизнью, потому что я принадлежу себе. И этим мы очень сильно отличаемся от детей. И это, пожалуй, главное преимущество и отличие от взрослого от ребенка. И если взрослый развивался нормально и имеет на сегодняшний день внутреннюю и материальную базу, он преуспел. Если нет, вы по-прежнему остались ребенком только с возрастом и с морщинами. Если вы не берете на себя ответственность, если вы зависите все время от мнения, теперь уже не родителей, а вашего шефа, или ваших знакомых, или ваших соседей, что подумают люди, или ваших коллег, которые считают, что вы как-то не должны так краситься, или так говорить, или так делать, вот это не является роскошью. И это трапа. Поэтому еще раз, для того, чтобы мы с вами менялись, мы должны понимать, что за собой повлекут изменения. Это первое. Второе. Никогда не начинайте с того, чтобы сразу же ставить себе цель изменить к чертовой матери все. Ставьте маленькие цели, но стремитесь их достигать как можно быстрее. Например, одной из маленьких целей является перестать говорить другим людям, что им делать. Каждому человеку, с которым вы встречаетесь, это очень сложно. Поверьте мне, вот таким диктаторам, как я, это просто вообще. Перестать другим рассказывать, что им делать. Перестать делать им замечания, есть им или не есть, выглядеть или не выглядеть, приходить или не приходить. Дать им возможность, жить, как они хотят. Второе. Перестать давать возможность другим людям рассказывать, что делать вам. Перестать давать им право управлять вашей жизнью. Как вам одеться, какая прическа вам больше идет. Перестать нравиться маме. Я ходила, помню, на базар с мамой, и мама говорила, вот на то вот эта кофточка мне понравилась больше. И тогда мама покупала ту кофточку, которая ей понравилась больше на мне, потому что это были ее деньги. На сегодня я взрослая, и у меня был такой период, когда я выросла, и у меня были свои деньги, но я по-прежнему спрашивала маму, что она думает. Потому что я привыкла так. Так вот, перестаньте это делать. Перестаньте другим людям позволять рассказывать вам, работать вам или не работать, увольняться вам, с кем вам спать, с кем вам жить, как вам воспитывать детей, куда вам ходить, что вам думать, носить вам маску или не носить вам маску, и так далее. Это будет ваша вторая подготовка. Третье. Начните отслеживать потихонечку вообще, о чем вы думаете, чем вы питаете свой мозг. Я говорю вам об этом в каждом эфире. Начните отслеживать. Обсуждаете ли вы кого-то? Смотрите ли вы новости? На какие темы вы говорите? Как вы предпочитаете отдыхать? Что для вас является отдыхом? Что вы читаете в интернете? За кем вы наблюдаете? Что вас волнует? Какие цели у вас есть и есть ли они у вас? Начните отслеживать себя. Многие люди говорят, у меня все в жизни прекрасно, просто сейчас что-то не получается. Это неправда. У вас не получается тогда, когда вы не настроены на то, чтобы получилось. И само по себе не получится. Это надо понимать, что только когда мы с вами настраиваемся на ту волну, которую нам необходимо, мы это и получаем. Если не получается, вы настроены на волну нерезультативную. Просто поверьте мне. Так, как приходится подстраиваться под них, боясь потерять связь, общение, особенно после развода с детьми, я так понимаю. Не получается сказать так, чтобы услышали гнуть свою и пытаются как муж бывший заставить делать. Я думаю, что есть... Я не могу сейчас точно вам сказать, что делать, потому что я не знаю, что у вас происходит, но в любом случае я для себя выработала такую простую вещь, что наши дети и вообще наше окружение, которое мы к себе подпускаем, оно всегда зеркалит нас. Если я нахожусь со своим, например, бывшим мужем в состоянии агрессии, на него гоню, он безусловно ощущает это, даже если мы не видимся, и внутренне испытывает ко мне такую же вибрацию. Если я отпускаю ситуацию и просто посылаю ему любовь или своим детям, или людям, которые для меня близкие, но с которыми я не могу найти контакта в реале, если я энергетически отпускаю и начинаю в своем ментальном, внутреннем мире просто посылать любовь для дорогих меня людей, удивительным образом энергия меняется, и люди сами начинают вести себя со словами «прости», «что-то не так получилось». У меня есть одна подруга, которая близкая моя, очень много лет, у нее были очень сложные отношения с ее супругом, а потом с ее бывшим супругом, потому что они развелись. И прямо до этиатизма доходило, он очень состоятельный мужчина, и у них ребенок общий, но прямо дошло до какого-то бреда. И она начала проходить, когда у меня марафон, она мне говорит «Оля, что происходит?» Она начала делать практики, но вообще начала развиваться уже самостоятельно потом, или параллельно где-то так, все это совпало. И говорит, он начал мне давать деньги, отдавать деньги за те вещи, за которые я не просила. Ну там типа ребенка там делала зубы, короче, там всякие ставила за границу, все это бешеные деньги стоят, потом там за отдых какой-то, в общем начал приносить ей там в тысячах евро компенсации. Хотя, говорит, все время у нас были практически судебные отношения, потому что ну вообще какой-то трошняк был, знаете, как сражение. И я неоднократно замечала, что именно когда мы перестаем сражаться с людьми и отпускаем эту энергию, все начинает происходить наилучшим образом. Поэтому помните о том, что наш внутренний мир, сила наших мыслей гораздо выше, нежели наша реальность. И сила наших мыслей создает нашу реальность. И до тех пор, пока у нас война в голове, у нас не будет ничего другого извне. Вот, собственно, и все. Где-то так. Могу вам на этот вопрос ответить. Давайте пойдем дальше, раз с вопросами мы немножко разобрались. Значит, наши изменения, они прежде всего для того, чтобы мы могли с вами что-то менять, опять-таки не так болезненно, прежде всего у нас должно идти такое мягкое осознание и пробы пера. Мы должны понимать, что изменения – это то, что займет некоторое время. И что для того, чтобы, например, то, что мы описываем в своих целях, мечтах, в рерайтере жизни, мы пишем книгу жизни, для того, чтобы эти изменения произошли, нам необходимо перестроиться. То есть, если говорить на языке квантовой физики, энергии, энергетическому пространству необходимо время для того, чтобы одни нейронные связи распались и другие нейронные связи создались. И мы для этого должны измениться. Должна измениться система наших ценностей, убеждений, наша самоидентификация. Мы должны найти ответы на очень важные вопросы. Для этого нам нужно время и, я бы сказала, знаете, такой кайф и удовольствие от того, что с нами это происходит. Потому что мы, когда начинаем этот путь, у нас начинается такое, знаете, истинное познание себя. Мы начинаем себя узнавать. Мы перестаем прятаться за маски, за какую-то скорость, за то, что нет времени, за то, что ты куда-то бежишь, а мы начинаем себя раскапывать и прислушиваться к своим ощущениям. К тому, к чему нас не приучали прислушиваться. Ведь наше тело всегда и наш внутренний голос, он всегда нам говорит и подсказывает. Что происходит. И вот когда мы начинаем даже просто прислушиваться к своей такой интуиции, а надо или не надо, а идти или не идти, а стоит или не стоит, мы начинаем замечать такие маленькие знаки. Следующий момент – это начните слушать, что вы говорите вслух. Как часто вы произносите фразы вроде «У меня ничего не получается», «Да это невозможно», «Я больше не могу», «У меня нету сил», «У меня не хватает энергии», «Я уже очень сильно устал», «Я не верю в то, что это может произойти», «Мне никогда в этом не везёт», «У меня не получается строить отношения», «Стёрто», 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 «Стёрто». Мы проговариваем огромное количество таких серьёзнейших программ, которые прошиты. Самое интересное, что когда мы это говорим, мы даже не осознаём, что мы говорим вслух. Мы это говорим, как вот эту замысловатую фразу, «Ничего себе!» «О, да ничего себе!» Никто же в этот момент не думает, что он говорит, «Я ничего себе не желаю». «Стёрто», «Стёрто». Никто об этом не думает. Это говорится точно так же, как мат, пролетающий мимо Макдональдса. Вот, блядь! И получается, что мы проговариваем огромное количество программ, которые встроены в наше энергетическое поле и, по сути, является для нас счетом. «Ничего себе!» «А, ничего себе! Пожалуйста!» «Нет денег!» «А, пожалуйста!» «У меня ничего не получается!» «Пожалуйста!» Вы себя заставляете огромным количеством счетов, не понимая этого, даже не осознавая. И вот вы сидите и думаете, «Откуда у меня столько проблем?» «Почему мне так не везёт?» «Что происходит?» И в это же время жалуйтесь на то, как вам плохо, на то, как сегодня ничего не хочется делать, на то, как у вас ломит кость. мы можем часами рассказывать о том, как вот это вот у меня тут защемило, и я почувствовала, и в деталях, прям в красочных таких, вот прям вот вообще. Об этом мы можем говорить часами. Начните подготовку с того, чтобы отслеживать. Так, у меня начинают врываться интернет-магазины. Надеюсь, что они не будут этого делать больше. И у нас начинается вот такая история по отношению к себе, когда мы заставляем себя невыдимыми счетами и не понимаем то, что происходит. Поэтому перед тем, как переходить к действиям, знаете, как строить новый дом, начните смотреть, что есть на вашем участке. Начните разбираться с тем, что у вас там присутствует, что там происходит. Потому что обычно люди говорят, Оль, да вы знаете, я вообще все это знаю. Я читал это в книжках, я фильм смотрел. Ой, да я то, о чем вы рассказываете, это уже тысячу раз слышал. Любые ментальные все знания, вообще любые знания любого уровня, можно сказать, я знаю только после того, когда я применяю. Прочитав инструкцию, как управлять автомобилем, вы не научитесь управлять автомобилем. Это совсем не означает, что вы сядете и поедете. То же самое касается и нас. Как бы мы не понимали, не догадывались, но до тех пор, пока мы это не внедрим, ничего не произойдет. Вы знаете, мы с Сережей, с моим мужем занимаемся практиками ежедневно. Потому что есть специальные ментальные практики, когда мы уже понимаем, как это все работает, нам необходимо тренироваться. И есть специальные упражнения, которые мы выполняем ежедневно. И вот у нас часто такое бывает, ну не часто, не буду говорить часто, периодически у нас бывает, что мы, значит, сделали практики, и после них мы начинаем разговаривать. Ну там в разное время бывает делаем, но не важно. Мы начинаем разговаривать, и в какой-то момент один из нас взрывается. Прям взрывается на второго. Ты меня не дослушал! Ты! А! А! А ты! Я всегда улыбаюсь и говорю, насколько легко делать практики на диване, и насколько непросто делать практики в жизни, использовать эти практики, контролировать себя и задавать себе вопросы, почему я так взрываюсь. Потому что он меня перебил, правда, и из-за этого я готов взорваться, у меня вылазят волосы, и меня штырит, и меня из-за этого действительно, это вот, значит, это все, что я из себя представляю, и ты начинаешь, значит, анализировать. Это очень помогает отношениям, честно вам скажу, потому что тогда, когда в голове у тебя уже бензопила, и ты представляешь таким удовольствием, ты сейчас распилишь его на куски, ты вспоминаешь, что ты осознанный человек, он тоже об этом вспоминает, мы можем уже об этом поговорить, да? Почему мы так реагируем? Почему так бесит на самом деле? Вспомнить своих бабушек, дедушек, прабабушек, как они это делали, и почему вообще это вылазит. Самое интересное, что иногда всплывают в жизни реакции, позамечайте, которые вы, когда потом смотрите на них со стороны, ну вот так вот анализируете, вот если бы вы увидели вот это со стороны, вы понимаете, что это очень по-тупому, и даже не очень смешно, но это как бы странно выглядит, и думать, это я так себя вел? не может быть. Я и непонятно становится, но тем не менее, мы не идеальные люди, если бы этим успокаиваю, но это же не означает, что мы не можем работать над собой, мы можем работать над собой, поэтому никогда не расстраивайтесь, если что-то не получается, и не думайте о том, ёпсель, все, нет. Эта работа постоянная, она достаточно интересная, но тем не менее, когда вы начнете это отслеживать, вы увидите, что ваша реальность начнет отражаться, и она будет очень, очень, очень сильно меняться, и даже делая вот такие незначительные шаги, вы сможете увидеть изменения, но как правило, после таких шагов, когда вы уже начинаете понимать эту магию, силу мысли, а ведь есть сила не только контроля негативных мыслей, но и сила создания позитивных, когда вы идете и говорите себе, вот сейчас я приду, и будет точно мой размер, моего цвета, и лежать приблизительно там, а теперь представьте силу вашей радости, когда происходит то, как вы себе сказали, когда вы начинаете вспоминать людей, которых вы давно не видели, и думать, я бы хотела увидеть этого человека, и встречать этого человека, когда вы начинаете думать о том, что неплохо было бы, чтобы случилось такое, и оно с вами случается, когда ваши мысли практически совпадают с реальностью, это мега круто, вы не успели подумать, а это начинает происходить, и когда вы это начинаете осознавать, и думать уже не в негативном русле, я так и знал, что я потеряю, я так и знал, что я упаду, я так и знал, что это разобьется, я так и знал, что у меня вытянут кошелек стерта-стерта, нет, а наоборот, тогда подключаются совсем другие вибрации, тогда вы начинаете совсем по-другому реагировать, многие, кто проходит мой марафон и пишут мне в личку, пишут с такими опасениями, Оля, это что, и правда работает, вот у меня произошла такая ситуация, я все время всем отвечаю о том, что давайте будем называть это случайности, удачным стечением обстоятельств, и желать, чтобы такие случайности происходили с нами как можно чаще, безусловно, все, что мы не можем с вами потрогать руками, у нас нету с вами энцефалографов и специальных измерительных приборов, мы никуда не бегаем, мы не можем утверждать, что да, но давайте зададим себе вопрос, а если мы будем утверждать, что да, нам это даст, придаст какой-то силы и уверенности, конечно да, конечно придаст, это не интуиция, это ваша развитая, ну можно сказать, что интуиция, это ваша развитая создание, способность, вот так, ваша развитая способность создавать свою реальность, это то, что дано каждому из нас, точно так же, как иметь красивый пресс, вы же понимаете, что каждый из нас может иметь сухой красивый пресс, большую грудь не все, а сухой пресс красивый все, почему не имеем, догадываетесь, то же самое и здесь, то, что мы тренируем, то мы и имеем, да, у кого-то есть больше немножечко таланта в чем-то, у кого-то меньше, но тем не менее, это то, что дано каждому из нас, как и способность думать, как и способность размышлять, то, что мы с вами развиваем, то у нас и растет, пойдите в зал, покачайте задницу, увидите, какой может быть ваша задница, вот, все достаточно просто, поэтому начинайте, если вам интересно, начинайте таким образом подготовку, когда вы начнете замечать эти чудеса, волей-неволей, конечно же, вам захочется это усилить, и вам захочется научиться этим управлять, потому что, когда ты понимаешь, что все то, что казалось тебе волшебным, магическим, а иногда бредован, я пришла в этот мир, это даже не эзотерика, я эзотерика это не назову, ну, познание, скажем так, сил своего разума, со словами бред, бред, и в 2010 году, когда мой муж записал нас на первый тренинг именно в этой сфере, он не записал нас, он записался сам, а я ему сказала, ты идешь на этот бред, он сказал, ну, пойдем вместе, я просто хочу куда-то пойти, развеять мозг, потому что у нас очень-очень все сложно, я ему сказала, бред, бред и бред, и первый день, когда я пришла на семинар, какой-то, я спорила все время с тренером, у меня такая была манечка раньше, я пыталась показать, что я умнее ее, я читала книжки с аффирмациями Натальи Правдиной и знала про фэн-шу, и мне казалось, что, ну, и это тоже бред, хотя благодаря этому я, в принципе, сдвинулась с мертвой точки, но, вот знаете, есть такое сопротивление, на сегодняшний день, конечно же, я так не считаю, и, ну, я понимаю, как это может для многих людей выглядеть со стороны, но, тем не менее, я всегда есть свои собственные результаты, вчера Сережа мне сказал, сколько мы заработали за последние три месяца, а я ему сказала, ты знаешь, и я думала меньше, моя интуиция меня подвела, и это говорит о том, что все это работает, что все это работает, и что мы действительно способны на очень многое, просто нам нужно в это поверить и не лениться, и не лениться, потому что лень, пожалуй, это самый сильный, самый сильный наш демотиватор, и то, почему люди не получают желаемого, лень, лень, это первое, лень порождает страх, потому что мне нужно будет что-то делать, а нахрена оно надо, а если у меня не получится, и вообще гораздо проще все отрицать, гораздо проще говорить, что все это бред, и сидеть в жопе, каждый раз, когда у меня появляется любое убеждение, я задаю себе вопрос, это убеждение, оно помогает мне развиваться, поможет мне или нет, и когда я понимаю, что убеждение в том, что мои мысли создают мою реальность, это крутое убеждение, потому что если я буду так делать, и это будет меняться, это очень сильно повлияет на мою жизнь, а убеждение о том, что ничего в жизни не работает, и нужно сидеть и помалкивать, явно не сделает мою жизнь такой, как я хочу, моя жизнь классная, я обожаю свою жизнь, я живу в шикарном доме, я езжу на прекрасной машине, у меня безумно талантливые дочери, у меня прекрасный муж и замечательная семья, я позволяю себе покупать гораздо больше, чем могут многие, и сказать, что все, что я захочу, я не могу, потому что у меня очень высокие желания и потребности, которые постоянно растут, но мои возможности и доходы тоже постоянно растут, и это мега круто, поэтому я занимаюсь тем, что мне очень нравится, я нашла себя в этой жизни, я точно знаю, почему я просыпаюсь по утрам, и поэтому я могу вам сказать, что это все работает, потому что это не было у меня с рождения, этого не было у меня даже достаточно недавно, по внутренним ощущениям, и если есть такая цель найти себя, если есть такая цель развиваться, если есть такая цель научиться управлять своей реальностью, то этого точно можно добиться. Что касается мата, я говорю об этом всегда, мат это интонация, мат это приправа, и если вы говорите, блядь, опять все достали, если вы говорите, блядь, как охуенно, это высокая вибрация, это приправка, это чили, перчик такой, знаете, который может либо вас сжечь, либо добавить остроты пикантной какой-нибудь страве, хотела сказать, какому-то пикантному блюду, поэтому вообще вопрос того, что мы говорим, он не так важен, нежели интонация, с которой мы это говорим, но тем не менее, я для себя интерпретирую мат именно так, и если во время оргазма вы кричите, блядь, 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 то поверьте, это не низкая вибрация, так, да, вот, Марина уже вам ответила на этот вопрос, мне очень уже приятно, что вы сами начинаете в этом разбираться, да, я вижу, что оргазмы у вас восприняты сердечком, и так, ребят, сегодня такая была поспокойней, потому что хотелось вам донести немножечко таких правильных штук, которые можно опробовать, о чем вам хочу сказать, хочу вам сказать о том, что завтра у нас уже начинает раститься на ноябрьский поток марафон-рерайтер жизни, чувствую, что ноябрьский поток будет классный, много людей, уже много людей, несмотря на то, что продажи у нас только идут сейчас первые, я вас приглашаю, если вы хотите научиться управлять своей реальностью, если вы хотите научиться понимать, что с вами происходит, если вы хотите научиться получать от жизни все и перестать быть жертвой. Если вы хотите научиться посылать кого-то нахер, это тоже можно этому научиться, или наоборот, никого никуда не посылать, а спокойно относиться к людям и просто жить в свое удовольствие. Главная роскошь – это позволить себе быть собой. Другому быть другим – да, но себе быть собой сильнее, сложнее, сильно сложнее, потому что большинство из нас не знают ответ на вопрос «Кто я?», «Чего я хочу?», «Что мне можно?». Мы знаем только то, что нам рассказали другие, как нас идентифицируют другие, проецируют в своем сознании, а какие мы – мы не знаем. Это как, знаете, мужчина, который всю жизнь что-то тебе делает и думает, что доставляет удовольствие, а на самом деле тебе это не нравится. А как нравится – хер знает, не знаю, не пробовала. Поэтому экспериментируйте, друзья, приходите, будем экспериментировать вместе во всех аспектах. Все, обнимашечки, поцелуйчики, надеюсь, эфир сохранится и попрошу вас, если он все-таки опубликуется, оставить несколько слов на тему того, понравился ли он вам, чтобы другие люди знали, смотреть его или нет. Ссылка на марафон «Рерайтер жизни» всегда есть у меня в профиле. Все вопросы пишите мне в директ, всегда отвечу. Всем пока!